Посмотрите, какая красота у нас получилась. Настроение действительно летнее. Приготовьте такую закуску. Привет! Вы на канале у Татьяны. У меня летнее хорошее настроение. И поэтому в сегодняшнем видео хочу с вами поделиться легкой летней закуской под названием настроение. Это летнее настроение подарится и вам, если вы обязательно приготовите такую закусочку. Это кабачковая закуска с овощами. Очень легкая, очень аппетитная, можно сказать фитнес закуска. Готовится легко и быстро, буквально за 20 минут целая тарелка такой закусочки у вас на столе. Давайте начнем ее приготовление. Для приготовления такой закуски нам понадобятся кабачки. У меня три средних кабачка, грибовские. Очень нежная кожица, поэтому мы ее снимать не будем. Весом приблизительно 600 грамм понадобится пучок свежего укропа, который я вымыла и обсушила. Помидор 1 большой или 2 маленьких, 100-120 грамм твердого сыра, я уже его натерла на крупную терочку, 2 столовых ложки сметаны с горкой, а также 3-4 зубчика чеснока, подсолнечное масло для смазывания формы, соль и перец по вкусу. Для начала возьмем кабачки, отрезаем им кончики и нарезаем их вот такими полосками. Толщина полоски 1 см, можно 1,5 см. Выбирайте кабачки свежие, с тонкой и молодой кожицей. Нарезанные кабачки я отправила в глубокую миску, сюда же засыпаю небольшое количество соли и молотого перца. Вот так руками все перемешиваем и ставим буквально на 5-10 минут, пускай они пропитаются солью и перцем. Пока пропитываются солью и перцем наши кабачки, я подготовила противень. Сверху я постелила пергаментную бумагу, теперь беру щеточку и подсолнечное масло. Смазываю пергаментную бумагу подсолнечным маслом. На смазанный противень выставляю в один слой кабачки. В это время вам нужно разогреть духовку до 200 градусов по Цельсию. Кабачки будут печься в духовке 20 минут. В принципе кабачки можно и поджарить, например, на плите. Но я считаю, что именно в духовке такая закуска получается намного вкуснее. Посмотрите, каким ровным слоем я выставила кабачки на противень. Обязательно между ними должно быть расстояние. И теперь можно их отправлять в духовку на 20 минут. А теперь займемся начинкой для кабачков. Берем помидор. У меня большой, крупный помидор. Вырезаем вот эту серединку твердую и нарезаем его мелким кубиком. Стараемся, чтобы кубик был маленьким. Мелко нарезанный помидор отправляем в глубокую миску. А теперь займемся укропом. Как я уже сказала, нам понадобится вот такой пучок укропа, щедрый. У меня укроп свой, свежий, красивый, с огорода. Я его вымыла и обсушила. Вот такие жесткие большие части я отрезаю. И мелко нарезаю веточки укропа. Укроп придаст свежести и аромата нашей летней закуски. Мелко нарезанный укроп отправляем к помидорчикам. Сюда же в миску нам нужно добавить твердый сыр. И заправить. Заправка у нас будет сметанная. Берем сметану и чеснок. Чеснок пропускаем через чесночницу. Не любите чеснок, можно не добавлять. Но, кстати, в этой закуске он чувствуется прекрасно. И хорошо сочетается с помидорчиками, укропчиком и кабачками. Пропускаем его через чесночницу. И отправляем в сметану. Помните, что эта закуска хороша с любым твердым сыром. Можно даже брать и плавленый сырок, и сулугуни. И заправлять такую закусочку можно не только сметаной, а майонезом. Желательно домашним. К сметане добавляем небольшое количество соли и молотого перца. Все хорошо смешиваем. И заправка готова. Можно заправлять твердый сыр, помидоры и укроп. Готовой заправкой заправляем наши овощи. Хорошо все смешиваем лопаточкой. И заправка готова. Будем ждать, пока приготовятся кабачки. Кстати, кабачки должны остыть до комнатной температуры. Только тогда их можно сверху украшать начинкой. Итак, наши колечки кабачковые приготовились. Посмотрите, они уже остыли до комнатной температуры. И я их выставила на плоское блюдо. Беру начинку, вот так ложкой, аккуратно. Беру один кабачок и выставляю вот так сверху. Так я проделываю со всеми колечками кабачков. И практически у нас уже готовая закуска. Как видим, это очень быстро и легко. Плюс вкусно. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Настроение действительно летнее. Приготовьте такую закуску своей семье. Понравится, я вас уверяю, 100%. Такую закусочку можно приготовить и гостям. Потому что это быстро, легко, экономно и плюс полезно. Понравилось сегодняшнее видео и мой рецепт закуски под названием настроение. Ставьте мне лайк, делитесь с друзьями, пишите комментарии. И, конечно же, хорошие комментарии. Делитесь своими рецептиками. Я буду отвечать вам на вопросы. Итак, до новых видео и до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.